я честно говоря и не думал что столько получится я думал ну 13 там я 14 и 7 получается максимум я даже скриншот сохранил где 14 и 7 вот то есть ну ну артефакты уже тут вот нету но я скриншот с пятой попытки сделал потому что все время какие-то полосочки попадали в кадр и у меня вот что получилось в принципе то есть у меня дает он где-то 14 и 1 если видео не записывать если видео записывают видимо проседает купил видеокарту power color rx 460 с четырьмя гигабайтами видеопамяти вот именно такая вот видеокарта я вообще-то когда покупал то особо не собирался на ней майнить я просто у меня в рабочем компьютере стоит rx 470 и хочется майнить но и работу делать надо простую поэтому я все-таки решил что я для работы себе попроще карту куплю 470 из рабочего компьютера поставлю в ферму ну сейчас доходность майнинга такая что и карты 460 неплохо в этом деле идут в одном из прошлых видео я показывал обзор и распаковку покупки с компьютер универсия как раз где была эта видеокарта и вот сейчас я буду ее разгонять для майнинга то есть я планирую прошить тайминги и разблокировать там заблокированные процессоры потоковые видеокарта с памятью микрон у меня у нее восемьсот девяносто шесть процессоров но можно сделать чтобы было 1024 и такая видеокарта например используется в топовом на сегодняшний день macbook pro 16 года там все разблокированы процессоры если приложение достаточно хорошо оптимизированы под эту видеокарту то у нее производительность хорошая в целом даже вот apple его используют в макбуке в самом навороченном майнит она вот я сейчас ничего с ней не делал только маленького afterburner подкрутил чего-то у нее стоковая частота это 12 1212 в этой карты с часто памяти 1750 ну и в gpu-z это видно то есть вот у нее дефолта по дефолту такая я чуть ее понизил и память какая есть оставил power limit на максимум установил и даун вот сделал и карта в таком состоянии стала выдавать вот ну практически 12 мегахешей потому что сейчас захват видео с экрана идет это тоже ресурсы определенные отнимает но она вот если я видео остановлю то она будет давать там 11 900 там с чем-то и декрета дает она где-то там 161 мегахеш вот в общем в принципе так и так уже неплохо 12 мегахешей для такой карты дорогой я ее купил за 100 евро в компьютер универсия код если хотите получить скидку на первую покупку компьютер универсия 5 евро то код на скидку будет вот в описании видео можете его в корзину добавить при оформлении заказа и у вас будет скидка 5 евро если первый раз покупаете ну естественно в карте в этой заложено больше возможностей в частности заблокированные процессоры те самые и вероятно после того как процессор эти будут разблокированы то можно будет карты получить больше и вот я сейчас наверно на исхэш запущу потому что у меня так ну что посмотреть сколько на зеке она дает в текущем состоянии восстановлю просто у меня больше негде посмотреть на зеке она дает только на исхэша можно вот и запустил зек на исхэша посмотрим сколько в таком состоянии карта дает ну по сути стоковое состояние сейчас что-нибудь уже напишут вот он где-то под 100 хорошей секунду солистом называется ну вот стоковое состояние то есть в дуале 12 эфир зек 100 где-то и под 100 и декрет там 160 зек наверно тоже больше 100 бы был если я видео остановлю ну можно сказать в районе 100 ну вот такое стоковое состояние зафиксировано если я сброшу вообще на дефолт настройки то скорее всего так же все и будет примерно я по окошку на исхэш и вижу которого в кадре в этом нет но он за кадром есть что то же самое по поводу разблокировки ядер по поводу разблокировки ядер есть свое время такой появился один оверлокер оверклокер из германии который я разблокировал эти самые вот на этом сайте из пояснения что вот было столько стало столько от этого производительность растет там на 7-10 там у кого там 12-13 процентов по каким-то в каких-то играх и вот на этом сайте выкладываются биосы для разных моделей видеокарт 460 тут есть биосы не проверенные есть которые проверенные не протестированные есть то есть вы когда покупаете видеокарту 460 то лучше конечно вот на этом сайте посмотреть есть ли для вашей вот для моей есть но вот он тест ну люди пользуются вроде как поэтому я рискну и залью этот биос кстати вот тут вот такой пакет идет что можно в принципе само вообще ничего не делать он там только запустить файл и оно само прошивает но я по старинке все таки вручную айти флешем буду это делать скачаю сейчас этот самый биос модифицированный с разблокированными процессорами сохраню на рабочем столе он у меня сейчас биос то есть тут идет полный комплект для прошивки тут сразу же короче запустить только и оно прошьет но я естественно все это делаю вручную поэтому я сейчас сначала сделаю копию биоса оригинального стокового ну я все советуют делать это в ати флешем мне лень я все время это делаю с помощью gpu-uz вот тут save bios save to file и куда нибудь там сохраню баффин он называется так баффин я сохранил теперь в принципе можно эту программу закрыть и далее что я делаю вот биос модифицированный в случае с ну вот этот в общем биос надо залить то есть у меня баффин я сохранил можно его даже сюда вот скопировать и назвать это оригинал не знаю там это вот оригинал а это вот модифицированный который в папке с в папке где комплект для прошивки идет он тут ну я его не буду этим использовать эти средства я обычными своими традиционными средствами ати флешем который у меня на диске c все время валяется с чем то тут и сюда этот скопирую модифицированный биос и прошу сейчас видеокарту кстати еще хочу заметить что когда ну в новых версиях драйверов амд когда вы прошиваете всякие левые биос модифицированные то там контрольная сумма проверяется и драйверы новые не примут вот этот вот ваш модифицированный биос и также у вас точно видеокарта может слететь то есть драйвер слетит если у вас обновление драйверов windows не отключено то есть ищите прежде чем это делать сносите старый драйвер ставьте вернее не старый а новый драйвер ставьте либо старую версию которая последняя была которая не проверяла целостность это была версия 16.11.5 или модифицированные сейчас соединенные новые старые можно в интернете найти драйверы но нужно обязательно в системе windows отключить полностью автоматическое обновление драйверов любых вообще чтобы винда сама не скачивала иначе у вас просто в ошибку 43 вывалится видеокарта и она работать не будет поэтому прежде чем это делать нужно понимать что вам придется использовать не все подряд драйверы только или старый который в октябре вышел шестнадцатого года или новые но они модифицированы там часть файлов из старого часть файлов из новых и это на форумах есть некоторых у меня вот сейчас кстати если afterburner я открою у меня стоит вот такой вот но это он не чистый тут смесь версия такая но там часть файлов от старого драйвера поэтому у меня проблем сейчас не будет если я модифицирую а если у вас драйвер или оригинальный настоящий ндшный новый или система сама windows скачает установит новый драйвер то у вас карта в ошибку 43 вывалится ну все запускаю командную строку от имени администратора перехожу в каталог где у меня активен флэш установлен ввожу тут команду с ключами fp и номер видеокарты и название файла который мне надо зашить обязательно от имени администратора это должно быть запущено и запускаю прошивку у меня на другом мониторе это окно открылось сюда переместил все биос прошился сообщение окошко старый продукт вот такой вот был новый точно такой же и версия биоса точно такая же в общем все точно точно такое же но нужно систему перезагрузить сейчас внимание запомним что мы видели последний раз в gpu z gpu z мы видели 796 процессоров сейчас после загрузки мы увидим их 1024 и посмотрим как это на майнинге скажется все я нажимаю паузу перезагружаю компьютер и в том запись продолжу ну так на всякий случай два раза компьютер перезагрузил еще раз хочу отметить что вот эта версия драйверов она не подойдет это не эта версия драйверов у меня стоят модифицированные драйверы которые состоят из старой и новых версий если вы хотите более-менее без проблем прошиты биосы модернизированные использовать то вам нужна версия 16 11.5 и запрет на всяческое автоматическое обновление ну что после прошивки мы видим тут стало 100 10024 ядра в принципе ничего больше не поменялось и сейчас посмотрим как это на майнинг отразилось ну в первую очередь что бросается в глаза то что стало определяться 16 компьютерных компьютер юниц ну это компьютерные ядра или компьютерные потоки как правильно я не знаю было 14 то есть стало на 2 больше ну я попробую вначале дуал эфир плюс декрет посмотрим как тут наверное влияния особого нету какого-то значимого потому что ну тут больше надо память чтобы быстрее работало даже как-то первый раз хуже все кажется сейчас может быть дальше будет получше нет ну сейчас запись видео идет она конечно тоже ресурсы отнимает это пишется в windows media видео тоже кушает ресурсы вот стало тоже так же как и в тот раз было то есть тут почти 160 тут там недалеко от 12 если запись видео остановлю то скорее всего тут будет практически 160 а эфир будет практически там 12 ну то есть ничего не изменилось хотя ядер стало там больше компьютерных компьютерных units стало тоже больше на 2 тут ничего не поменялось для эфира для дуала эфира и декрета это остановлю сейчас запущу nicehash посмотрим на zec на zec как сказалось так zec те же самые 16 computer units тут тоже в майнере определяется и сейчас посмотрим хешрейт какой напомню что при записи видео когда до прошивки до разблокировки ядер тестировали то во время записи видео показывала там 95 этих соль в секунду а если запись видео остановить то почти 100 было ну то я уже в окошке на из хеш вижу что там показывает 104 я его просто не хочу перетаскивать чтобы номер кошелька не попадал в видео вот 104 105 сейчас и в окошке майнера покажет что вот 105 то есть практически на 10% выросло ну при записи видео в тот раз было там 95 по моему а сейчас вот во время когда запись еще видео с экрана ведет 100 вот стало 105 то есть рост 10% добычи зека ну для зека на самом деле очень важны вот эти вот компьютер юнит там алгоритм такой что вот именно вот чем больше вот этих вот компьютер юнит с тем зек вырастает пропорционально а не не столько частота ядра а именно вот компьютерные компьютер юнит эти самые в общем можно констатировать рост добычи зека примерно ну близко к десяти процентам но это ведь еще и не все потому что кроме всего этого мы же ведь можем полярис биос-едитором этот самый биос отредактировать у меня вот вообще есть два полярис биос-едитора вот этот вот полярис эдитор он поддерживает 400 серию любые типы памяти а вот этот полярис биос-едитор он появился после выхода 500 серии как бы типо новее и поддерживает еще 500 серию вот если открыть полярис биос-едитор который для 400 серии для всех типов памяти предназначается и в нем открыть BIOS для начала попробуем оригинальный открыть то в оригинальном какой-то в таймингах сумбур то есть тут нету частот и таймингов тут не совсем как бы понятно что куда копируем и если открыть модифицированный модифицированный BIOS то тут то же самое вот этот вот Polaris BIOS Editor который поддерживает сети памяти в 400 серии вот он вот это вот 460 почему-то карты как бы неправильно вот это дело понимает тогда воспользуемся попробуем открыть сейчас увидите что будет Polaris BIOS Editor который для 500 серии разработан открыть BIOS и тут файл-то не видно потому что расшение не такое я нажму Files и выберу вот этот вот файл BIOS я же знаю что это он и тут уже видим нормальные частоты хотя они вот так прописаны один да двоеточие как будто бы в BIOS 2 строки таймингов то есть тут бы по идее могло еще быть 2 и для каждой части ну тут такого нету ну это конечно риск большой что я сейчас буду делать ну в принципе я вам ничего это не советую делать вы можете рисковать можете не рисковать я в общем скопирую тайминги от 1500 и до самого края беру этот тайминг сюда его вставляю сюда вставляю сюда вставляю и сюда тоже вставляю и нажимаю сохранить как больше ничего менять не буду так напишу еще тайминг чтобы было понятно что я тут модифицировал уже и сохранить теперь можно Polaris BIOS Editor закрыть опять же зайдем в AT Flash запустим ну это я делаю я вам это не советую потому что у вас после этого карта может окирпичиться вы сами рискуете на свой страх и риск перехожу администратором в папку с AT Flash запускаю AT Flash запускаю и буду сейчас прошивать этот самый BIOS который я только что отредактировал тайминги я не оригинально редактировал а я редактировал тот который уже с разблокированными ядрами и прошиваю у меня на другом мониторе открывается окошко я его сюда перетащил сейчас опять буду перезагружать компьютер на всякий случай два раза мало ли вдруг в первый раз устройство какое-нибудь там не установится хотя такого быть не должно но кто его знает ну тут в принципе окошко что все нормально мы прошились перезагружайте компьютер ну все останавливаю видео потом продолжим сейчас я перезагрузился уже с прошитыми таймингами и с разблокированными ядрами сейчас запущу майнинг в дуале ETH plus DECRET у этой карты еще такая особенность у нее нету дополнительного питания то есть она полностью от шины PCI-Express питается поэтому у нее возможно какие-то по питанию есть ограничения устроенные потому что она и так берет много потому что по спецификации там нельзя больше 50 ватт брать а эта карта берет 75 что ли ну вот сейчас ну когда я записывал видео без модификации всякого именно в момент записи видео показывался там хешрейт 11 там где-то с половиной без записи видео там бывало и 12 почти 11 900 декрет был 155 там 156 сейчас декрет стал 172 эфир 12 и и и 3 там 12 2 но сейчас может еще чуть-чуть увеличиться чуть-чуть наверное посмотреть подождать либо в кс нажать вот так где-то сейчас оно и есть 12 3 эфира и соответственно декрета вот столько ну рост можно сказать практически отсутствует да ну это получается ну где-то 10 процентов да ну в принципе нормальный рост любая карта она 10-15 процентов эфира давала после прошивки таймингов если у нас там показывало 11 500 сейчас показывает 12 300 значит ну там меньше конечно 10 процентов получается рост но все равно какой-никакой рост есть может вот если заминусить а вот у меня какой большой был 28 видимо если декрет заминусить то сейчас посмотрим что будет ну скорее всего ничего особо улучшения для эфира не станет ну тоже так 12.3 наверное будет то есть надо разгонять память сейчас 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 от разгона памяти будет эффект какой-то ну что я заминусил а декрета не стало а эфир как был 12.3 так и остался в принципе нормальный значит нету резона что-то еще минусить посмотрим сейчас тогда еще zcash zcash по zcash может тоже улучшение будет там процентов 5 может 10 тут возможно какие-то именно по питанию ограничения в карте устроены потому что раз питание только через PCI идет то оно может особо сильно больше и не потянет по-моему было там сколько до прошивки таймингов по-моему 110 что ли ну сейчас там то же самое в принципе есть а 105 было 105 или 106 было до прошивки таймингов зека ну сейчас 112 да ну может это просто случайно сейчас следующие будет уже меньше вот 103 по сути ничего не поменялось там было там 105 по-моему я уже забыл ну и тут в принципе то же самое то есть прошивка таймингов вообще повлияла на эфир можно сказать в районе там 7% да получается разница не сильно выросла добыча ну декрета чуть-чуть там выросла не сильно тоже мало совсем и вот зек не изменился я все-таки запущу сейчас майнинг эфира и попробуем поразгонять память посмотрим на результаты эфир плюс декрет так ну что там добавим так сразу же ну я я вот думаю сейчас ничего не будет ну роста не будет вот даже чуть вроде как уменьшается то есть это такая залочка обычно памяти бывает хуникс память микрон оно не гонится то есть оно вроде бы частоту прибавляешь тайминги прошиты все вроде бы нормально должен должен хешрейт расти все программы показывают рост частоты тайминги каждый сам человек знает что они вот вот прошиты все вроде бы хорошо да но вот не растет как вот было сколько там 12,3 я поднял так и есть там те же 12,2 12,3 наверное где-то ну ничего не меняется в принципе то есть можно этот крутить ползунок сколько угодно в сторону увеличения ничего не прибавится даже рискует наоборот чуть-чуть пониже стать что все-таки было 12,3 а стало 12,2 я вообще знаю один способ разгона памяти микрон но он очень рискован я сейчас видео не буду показывать чтобы ну все же начнут делать и половина может карты полетят поэтому я сейчас попробую уже не записывая в видео один способ увеличения скорости добычи эфира когда память микрон используется сейчас я остановлю запись и снова продолжу потом после того как попробую одну методику не знаю сработает нет может я вообще сейчас больше не смогу компьютер запустить в общем сейчас скоро все будет не отключайтесь ну я проделал манипуляцию которую я хотел сделать и у меня вот что получилось в принципе то есть у меня дает он где-то 14,1 если видео не записывать если видео записываю то видимо проседает чуть-чуть если я помню правильно при записи видео в прошлый раз показывала 12,5 вроде бы да вот стало давать 14,1 то есть это сколько рост ну это больше 10% рост да ну да это ну это где-то процентов 15 рост добыч ну и декрет тоже подрос он же был там 170 по-моему с чем-то а сейчас сейчас реально ну 14,1 где-то я вообще 14,7 даже делал но уже артефакты лезут по экрану поэтому уже и там зависает там уже короче вообще все уже того и где это короче я честно говоря и не думал что столько получится я думал ну 13 там я ну 14,7 получается максимум я даже скриншот сохранил где 14,7 вот то есть ну артефакты уже тут вот нету но я скриншот с пятой попытки сделал потому что все время какие-то полосочки попадали в кадр ну вот на таком вот хешрейте как вот сейчас 14,1 примерно в принципе никаких нету проблем ну по крайней мере я их не замечаю он сейчас уже что-нибудь появится сейчас нажму что-нибудь кнопочку ну еще не разогналось еще полностью карта так прилично греется охлаждение не очень там простой радиатор без трубок хотя два вентилятора слабое охлаждение сейчас запись видео мешает чтобы достигла вот этих самых 14.1 ну 14.1 нормально вот держит в дуале в общем все на этом это видео окончено я вот специально вот эта вот часть где такие манипуляции производил не записал ну я просто честно говоря все начнут делать тут даже ничего не понимают сейчас майнинге много людей которые даже и компьютер то никогда в жизни не собирали и первый их компьютер собран и это ферма было которую они собирали и все задолбали на форумах с вопросами простецкими и в общем я боюсь что все себе испортят посмотрев как это можно разогнать испортят ну по сути мы получили хешрейт на если бы шина была 256 бит то хешрейт был бы 28 мегахешей но тут шина два раза меньше чем у 470 и 480 то тут вот получается 14 там и 1 мегахеша как бы тут половинка ровно от тех карт то есть память микрон самая наверное простая для такой карты использовалась не самые лучшие микросхемы и она это способна была бы на нормальной шине 256 бит не держать 28 мегахешей без проблем вот тут шина два раза меньше поэтому и мегахешей два раза меньше все на этом видео это окончено подписывайтесь на канал ставьте пальцы вверх если будет много просмотров и лайков и отклик большой то я запишу все таки видео отдельно а вот потому как делать на этой карте и на памяти микрон вот эти самые 14 может даже кому-то повезет и больше тоже не знает кого какая там какого качества это самая память может так статься что у вас и получится и там и 15 мегахешей на такой карте и этот же метод вот работает для 400 и всей серии вот если у вас память микрон допустим какой-нибудь видеокарте 580 22 мегахеша дает можно сделать 30 спокойно по вот такому методу в общем я его специально не хочу это рассказать ну что все начнут все карты портить но если будет какой-то отклик значимый на это видео то потом я запишу еще видео как вот память микрон разгонять да вот нормальных значений до каких любая другая память там хуникс там средненькая разгоняется там альпида конечно лучшие образцы samsung они больше гонятся но тоже не всегда в общем все спасибо за просмотр подписывайтесь